Доброе утро, дамы и господа! Сегодня в Одесском кризисном медиа-центре первый брифинг на тему «Открытие горячей линии для участников АТО и членов их семей», начальник Департамента социальной защиты населения Ирина Маркевич, а также начальник управления здравоохранения Одесской области госадминистрации Вячеслав Полясный. Пожалуйста. Добрый день. Мы сегодня презентуем открытие круглосуточной горячей линии для участников антитеррористической операции «Отташи членов их семей», который организован на базе круглосуточной диспетчерской центра экстренной медицинской помощи. Номера телефонов 048-722-2522 или мобильные 067-556-3588. Задачей центра является круглосуточная координация всех обращений военнослужащих и членов их семей, которые касаются социальной сферы, здравоохранения, социальной защиты, жилищно-коммунального хозяйства, а также вопросы психологической помощи. Эти телефоны вы можете увидеть на мониторе. Алгоритм работы будет следующий. То есть звонок принимает диспетчер, записывает коротко проблему, передает эту проблему соответствующему представителю, ответственному департаменту или службу, которые потом связываются с заявителем и обратную информацию до мониторинга и обратно передают диспетчеру, который анализируется, и потом уже каждую среду разбирается на заседании штаба по вопросам касающихся перемещенных лиц, так и участников антитеррористической операции. Таким образом мы пытаемся достичь максимального комфорта и удобства для этой категории граждан в плане получения всей социально необходимой помощи. Хочу сказать, что у нас организован психологический круглосуточный телефон. Вы видите на этом телефоне 763-57-59 для участников АТО, а также медико-социальной экспертизы. Будет выведен специальный кабинет, где будут заниматься исключительно этой целевой группой для того, чтобы они максимально быстро прошли экспертизу, если они будут проходить, по поводу получения инвалидности. Все, что касается стационарной помощи, у нас амбулаторная помощь оказывается на уровне по месту жительства. Это центры первичной медико-санитарной помощи, а также узкие специалисты поликлиники, консультов и демонстических центров. Стационарное диспансерное наблюдение и обследование, подготовка соответствующих медицинских документов. Это областной медицинский центр, бывшая больница водников. Также госпиталь инвалидов Великой Отечественной войны. Там выделены койки и соответствующие специалисты, которые будут заниматься по направлению с места жительства, с поликлиники, центров КСМД для стационарного реабилитационного лечения. Что касается сами вопроса, Ирина Викторовна. Я добавлю, я скажу немножечко цифр. Я добавлю немножечко цифр. Презентация действительно очень важная и очень волнующая для нас. Мы хотим как можно больше охватить ребят, чтобы оказать им помощь. На сегодняшний день у нас 53 семьи погибших, принимавших военнослужащих, принимавших в интервью-террористической операции. У нас 5 инвалидов, которым уже установлена группа инвалидности. 148 раненых ребят, но дай бог не все будут инвалидизированы. И 39 участников боевых действий. Это те, которые получают статус. Во-первых, в первую очередь эти ребята будут получать полностью все льготы, как ветераны войны. Они приравнены к этому закону. Начиная с квартата коммунальных услуг, пенсий, выплат, единоразовых и всевозможных. Также могут в любую минуту обратиться к нашим сотрудникам. Обращаются непосредственно на горячую линию. И уже передается эта информация в течение буквально 10 минут в нашу службу. Для того, чтобы действительно подсказать человеку, как и какой решить можно вопрос. Какие есть льготы по тому же протезированию, по тому же лечению. Мы вместе с сотрудниками работаем. Вместе со всеми службами, которые могут оказать всевозможную помощь этой категории. Поэтому было задано задание, которое мы сегодня вам презентуем. Проблема, наверное, еще в том, что наша молодежь не совсем знает. И дай бог никогда не знать, что такое социальная защита. Но, тем не менее, для информации буквально любого человека нужно знать, куда человеку обратиться. Потому что иногда люди не получают какую-либо помощь, потому что не обращаются или к медикам, или в социальную защиту. Также хотелось бы, Коль, сегодня у нас такая есть возможность поговорить о ребятах, которые вы на служащие АТО. Хотелось бы еще сказать, вы, наверное, уже слышали эту информацию, но мне хотелось бы повторить, для 6 марта на сессии областного совета были внесены изменения в нашу программу для малообеспеченных людей. Там будет теперь ежемесячно оказывается семьям погибшим материальная помощь 2000 гривен. Эта помощь будет для детей, военнослужащих, которые непосредственно служат в зоне АТО, по 300 гривен ежемесячная помощь. Это будет все идти через наше управление соцзащитой. Также инвалидам, ну, слава богу, 5, мы надеемся, что больше не будет. Ребят тоже будут ежемесячно получать стипендию. И плюс еще, что новое, это мобилизированным ребятам, которые пойдут по мобилизации служить, независимо от того, в зону АТО, или здесь у нас будет по гранвойсках проходить службу, им будет единовременно выплачиваться по 3000 гривен. Это то, что новое для этой категории за счет областного бюджета. Это не государственная программа, это областная бюджета. Мало того, был недавно указ принят президента, где рекомендовано разработать областные программы поддержки, а мы уже это сделали до указа президента, в общем-то, благодаря нашей инициативе в Одесской области. Какие-то вопросы есть? Можно еще раз телефоны, пожалуйста. Первый славец, пожалуйста. Все телефоны есть на слайде. Значит, горящие линии, городской номер 722-25-22, и мобильный оператор 067-556-3588. Они работают круглосуточно. Может быть, Вы расскажете подробнее о службе, сколько там человек работает, что это за специалист? Это дополнительная функция, которая была возложена на Центр экстренной медицинской помощи и медицинных катастроф. Это дежурный, который обеспечивает круглосуточную координацию всех медицинских подразделений с задеянными по службе в медицинных катастрофах. Они находятся сегодня на Прохоровской, в параллельно в одной помещении с диспетчерской МЧС. И поэтому у них есть возможность круглосуточно получать информацию, давать профессиональную информацию и координировать судье и теносе в других подразделениях. Скажите, пожалуйста, в данный момент эта служба работает? Вот сегодня? Да, конечно. Если Вы сейчас наберете номер телефона, я думаю, что Вам ответят. Ну, а несколько дней назад уже начала работать, но мы как раз, в общем-то, презентовать эту программу для того, чтобы все знали о ней. Есть вопрос, не совсем про те, но Вам написано. По поводу вакцины БЦЖ. Скажите, есть ли она или нет? И чиновники говорят, что есть, и врачи говорят, что нет. Какой-то если нет, почему врачи скрывают? А если нет, то когда появится? Вакцины БЦЖ никто не скрывает. Дело в том, что все бак-препараты, ну, Вы знаете ситуацию в стране, она не новая, она не от инвестиции 2015 года, мы получали эти препараты с Россией. Сегодня мы их не получаем. Есть препараты и аналоги импортного производства, но они сегодня не поставляются за государственным закупком. Их можно приобрести в коммерческих аптеках и провести. Вот это то, что касается Вашего вопроса. То есть она есть, ее никто не скрывает, но было в прошлом году особое решение, которое разблокировало ту вакцину, которая была еще получена ранее, но неиспользованная. Но ее остатки были небольшие, она ушла по родамам. И на сегодняшний день мы ждем решения Минздрава по поводу обеспечения всей территории Украины централизованной поставкой этой вакцины. Продолжение следует...